Губернатор Московской области Андрей Юрьевич Воробьев поставил политическую задачу превратить Подмосковье в особый регион, область знаний и интеллекта. Решение этой задачи образование является ключевым ресурсом. С 1 сентября 2013 года система образования Шаховского района строит свою работу в соответствии с новым законом об образовании в Российской Федерации. На всех ступенях образования активно внедряются федеральные государственные образовательные стандарты. В текущем учебном году работать в соответствии со стандартами дошкольного образования будут детские сады Теремок и Малыш. К 2017 году 100% дошкольных учреждений перейдут на новые стандарты. Вгос начального общего образования в наступившем учебном году уже реализуется в полном объеме. В четырех школах района апробируется переход на вгос основного образования. С сентября 2015 года в штатном режиме реализовывать стандарт основного образования будут все общеобразовательные школы. В текущем учебном году в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях воспитываются 1178 детей. 1 сентября во всех школах района состоялись торжественные линейки, посвященные Дню Знаний. За партой сели 2396 учащихся, из них 226 первоклассников. В учреждениях дополнительного образования занимаются 774 обучающихся. В районе ведется работа с одаренными детьми, которая дает положительные результаты. Обучающиеся района – активные участники Всероссийской Олимпиады школьников. В прошлом году в муниципальном этапе Олимпиады приняли участие 343 учащихся, из которых 48 стали победителями, 145 призерами. 23 школьника приняли участие в региональном этапе Всероссийской Олимпиады. Шестая районная учебно-исследовательская конференция школьников «Первые шаги в науку» объединила учащихся первых 11 классов. Всего было представлено 106 работ учащихся, из них 11 работ на иностранном языке. Традиционно проводится интеллектуальный марафон для учащихся начальной школы. Качество образования на современном этапе – это не только уровень освоения академических знаний. Распитательная работа – одно из наиболее актуальных направлений современного образования. Значимый ресурс – повышение его качества. Эта деятельность строится в тесном взаимодействии со службами и субъектами профилактики. Ежегодно все участники образовательного процесса встречаются на районном родительском собрании. Тема такого форума в 2013 году – о совместной работе семьи и образовательных учреждений по реализации нового закона об образовании в Российской Федерации. Высокие результаты в интеллектуальной, творческой, спортивных сферах становятся возможными во многом благодаря совместными усилиям школьников, родителей и педагогов. Взаимодействие общего и дополнительного образования рассматривается сегодня как неотъемлемая часть образовательного процесса, способствующая укреплению и развитию воспитательного потенциала. В районе проводятся соревнования по баскетболу, волейболу, настольному теннису, лыжным гонкам. Впервые в 2013-2014 учебном году прошли соревнования по легкой атлетике для учащихся 3-4 классов. Спортивно-оздоровительный лагерь «Робинзон» стал летней площадкой для интересного общения, оздоровления и занятий спортом 45 школьников. По инициативе губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева создаются школьные спортивные клубы. С 2014 года начинается поэтапное внедрение комплекса «Готов к труду и обороне» в организациях и учреждениях Московской области. Всегда интересно и с пользой проходит районный туристический слет. В прошедшем учебном году около 300 обучающихся учреждений дополнительного образования приняли участие в конкурсах, смотрах, фестивалях различных уровней. Воспитанники Дома детского творчества и Школы искусств активны участники районных массовых праздников. В 2014 году совместно с Шаховским центром занятости населения создано 258 временных рабочих мест для подростков, большинство из которых в летний период. Тема духовно-нравственного воспитания сегодня как никогда востребована в нашем обществе. Курс «Основы религиозных культур и светской этики» преподается в 4-х классах всех общеобразовательных школ района. В образовательные программы дошкольных учреждений включен курс «Добрый мир». В областных и районных рождественских образовательных чтениях «Духовное наследие преподобного Сергия в истории современной жизни России» приняли участие школьники, воспитанники детских садов и учреждений дополнительного образования детей. Формированию патриотизма, чувства гражданского долга способствуют военные сборы юношей 10-х классов. Школьники принимают активное участие в военно-патриотических спортивных играх «Сыны России» и «Отчизны верные сыны». Сегодня школе нужен современный учитель, творец, профессионал. Ежеводно наши учреждения пополняют молодые кадры. Новых специалистов объединяет клуб «Начинающий педагог». Молодые учителя активно представляют наш район в конкурсах, ассамблеях, конференциях областного уровня. В первой и в прошлом учебном году была проведена межрайонная ассамблея педагогов дополнительного образования, которая завершилась концертом «Алый парус мечты», посвященным 95-летию системы дополнительного образования. Муниципальный конкурс «Педагог года-2014» проходил в номинациях «Воспитатель года» и «Классный руководитель года». В нем приняли участие 11 педагогов. В областном конкурсе на получение денежного поощрения лучшими учителями в Московской области в 2014 году наш район представляла Скородумова Татьяна Евгеньевна, учителя начальных классов в Шиповской гимназии. Победителями областных конкурсов инновационных программ и проектов стали Серединская средняя школа и детский сад «Теремок». Формирование качества образования, отвечающего запросам общества, государства и личности, остается одним из приоритетных направлений развития системы образования нашего района. Итог такой работы – все выпускники 9-х и 11-х классов в 2014 году получили аттестаты об образовании. 8 обучающихся вышли из стен школы с медалями за особые успехи в учении. На областной педагогической конференции губернатор Московской области Андрей Юрьевич Воробьев подчеркнул, что современная школа должна быть умной и красивой. Хорошо, когда школа и по форме, и по содержанию претендует на лидерство. В новом учебном году нам предстоит решить множество задач, объединенных одной целью – стремиться к созданию такой школы, в которую с радостью придут дети и родители. Школы, которые будут давать прочные знания, которые будут не образовывать дополнительно, а гармонично развивать способности, одаренность, талант.